Кто такие родственные души? Есть ли смысл стремиться встретить такую душу в своей жизни? А мы все родственные души. Бывает по судьбе человеку положено какой-то человек, это факт. По карме просто положено, не то, что он родственная душа. Просто по карме положено и все. Люди столько выдумывают. Например, человек живет в семье, он втрюхался в какую-то женщину и говорит жене, извини, мы с ней с прошлой жизни как бы были вместе, а с тобой только в этой жизни, поэтому я к ней ухожу. Сочиняют, почему? Потому что начитались много. И человек искренне верит в это, он так думает. Родственные души. Не думайте, что если похоти больше в отношениях, значит родственных отношений больше. Нет. Вот когда люди вместе живут год, они становятся родственными душами. Бог считает их родственниками. И надо ответственность брать за этого человека уже тогда. Даже если не расписался. Бывает так, что люди в прошлой жизни были вместе. Но чаще всего они встречаются в этой жизни из-за долгов. А не из-за того, что у них хорошая судьба. Например, бывает так, что если человек плохо себя ведет, у него рождается ребенок, который ему нервы мотает. Значит, в прошлой жизни он был вместе. Они были вместе. Вот если ребенок счастье приносит, не факт, что в прошлой жизни были вместе. Но если нервы мотает, дальше некуда. Значит, точно ты ему чем-то должен с прошлой жизни. Сто процентов. Поэтому понятие родственной души не означает чаще всего что-то хорошее. Однако же, если вы занимаетесь серьезно духовной практикой с самого детства, то есть вероятность, что в вашей жизни придет человек, который с прошлой жизни с вами вместе занимался духовной практикой и создаст с вами счастливую семью. Но так бывает крайне редко. И не думайте, что у вас именно так будет. Можно, для этого надо очистить свое существование. И тогда, как только человек очищает свое сердце, он начинает понимать о своей судьбе больше. И о будущей, и о прошлой. Надо просто очищать свое сердце. Некоторые люди фокусничают и хотят искусственным образом узнать свои прошлые жизни. Это не всегда хорошо. Иногда это заканчивается печально. Они могут даже в психушку попасть. Как можно сохранить, развить отношения на расстоянии со стороны женщины? Да, не всегда есть отношения на расстоянии. Я же сто раз об этом говорил. Вы просто думаете о человеке, вы с ним уже связаны. Но если вы хотите его использовать на расстоянии, чтобы он к вам привлекся, пришел, извините, это не от него будет зависеть, а от Бога. Будет с нами человек или нет, это зависит не от нас и не от него, а от Бога. Это Бог решает, кто с кем будет жить вместе. И поэтому, если мы это решение нарушаем, поэтому по башке и получаем от судьбы. В этом идее-то поймите. А вы думаете, я хочу с этим. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Фигу без масла. Если Бог захочет, ты будешь, значит, с тобой. А если не захочет, не будешь. Хоть ты убейся. И пой хоть во всю глотку. Человек должен понять, что высшие силы могут нас соединять или изучать по своей воле. Называется воля проведения. Она абсолютно непреклонна. Поэтому, если ты чувствуешь, что не получается быть с человеком вместе, значит, подари его кому-то другому. Не будь такой жадиной. Так бывает в жизни. Ничего не сделаешь. Не надо жадничать, иначе вся жизнь пройдет. Любовь означает, что ты можешь подарить человека другому, сделать его счастливым. Если он не хочет с тобой жить, ну, подари его другому. Пожертвуй свою любовь ради его счастья. Почему ты такой скупой, не хочешь это сделать? Сделай, если хочешь сделать счастливым близкого человека. Это настоящая любовь. Не надо на расстоянии гипнотизировать никого. Это грех очень большой. Желайте счастья человеку на расстоянии. Не надо его тянуть к себе. Это неправильно. Желайте счастья человеку. Если Бог хочет, он приблизит. Если нет, отдалит. Жадность — это не самое лучшее качество. Даже в любви. Мой муж, узнав, что я увлеклась ведическими знаниями, очень заинтересовался тем, что меня так увлекло. Нет ли там подвоха? Нет ли там подвоха? И правильно. Муж всегда должен так делать. Если жена чем-то увлеклась, он должен обязательно этим заинтересоваться и узнать, нет ли там подвоха. Иначе ее так занесет, что дальше, мама дорогая. И кто же этот Тарсунов, который захватил мое внимание? Сейчас он перечитал почти все ваши книги и очень много в себе изменил. Мы начали общаться на языке, который оба понимаем. Стало светлее. Я рад, конечно. Но поймите такую вещь, что если муж начал интересоваться, чем это там жена увлеклась, и жена начала сражаться с ним, то это очень большой грех. Прежде чем чем-то увлечься, вообще-то надо у мужа благословение получить. Если вы пошли на лекцию, сказали, пожалуйста, скажи мне, надо мне идти на эту лекцию или нет? Очень смиренно. И он скажет, ну сходи. И вы пойдете, увлечетесь чем-то. И он скажет, да чем-то там увлеклась вообще. Вы скажете, ты же сам мне сказал туда идти. Блин, точно, я же сам сказал. Он начнет читать уже в другом настроении, все будет хорошо. Женщина, прежде чем что-то делать, должна получить благословение у мужа. Манус Мрити в ведическом произведении говорится, что если женщина занимается даже очень благочестивой деятельностью, но при этом противопоставляет себя мужу, то это большой грех. Она занимается на самом деле тем, что она деградирует, потому что она разрушает свою семью. Чем больше она будет этим заниматься, тем больше будет противоречий между ей и ее близкими. И в результате она разрушит свою семью. Поэтому прежде чем что-то делать, она должна сначала попросить благословение у мужа. И смиренно как бы относиться к его мнению. Если она любит своего мужа, он всегда ее отпустит, даст ей возможность. Если это хорошее дело, он отпустит. Если нет, не отпустит. Главное, к мужу хорошо относиться с уважением. Потому что мужчины по своей природе, в сердце очень щедры к тем, кто проявляет к ним свою любовь. Очень щедры. Вот если женщина мужа любит, он готов для нее все отдать. Не то, что там на лекцию пустить, это ерунда. Он все ей готов отдать. Но если женщина не любит, сама скупа в своей любви, тогда, извините, ничего не получите. Что на лекцию? На лекцию, а жена не хочет. Ничего страшного. Не волнуйтесь на этот счет. Женщины, они очень чутки по своей природе. И они всегда принимают то, что надо. Вы просто продолжайте изучать. В какое-то время жена подумает, подумает и примет все, что вы сделали. Но она это примет уже осознанно. Понимаете? Просто насчет женщин не надо беспокоиться. Они очень четко понимают, что хорошо и что плохо. У них сердце работает правильно в этом направлении. Просто им нужно время иногда. Понимаете? Чтобы понять. Но если вы будете их третировать, жену, вы куда-то сходили и будете говорить, ну что, жена, лекция мне понравилась, завтра встаем в 5 утра. Хора заканчивать. Все, значит, она будет ненавидеть эти лекции, это знание, потому что там насилие в них она почувствует. Любви меньше стало, насилие больше. Значит, знание плохое. Если вы смиренненько так встаете рано, извиняетесь перед женой, говорит, спасти, что я тебя мешаю спать. Просто мне надо пораньше вставать теперь. Она будет, о, муж в лучшую сторону меняется хорошо. Вот, зарядочку будете делать и говорите, пожалуйста, ты спи, отдыхай, я сам буду делать. Ты себе с мясом готовь, я буду без мяса кушать. Все, а ты с мясом, пожалуйста, все. Если вы будете к ней уважительно относиться, к ее интересам, взглядам, очень смиренно себя вести, она будет следовать вам. Она будет продавать, так же делать, как вы. Женщины в этом плане очень разумны. Они всегда перенимают самое лучшее. Но если вы будете ее насиловать, она будет делать все наоборот. Не волнуйтесь за женщин. За себя лучше волнуйтесь. В этом плане. Они самые первые приходят всегда везде. Когда первый раз в Ригу сидел, приехал, здесь два мужика сидело, такие как бы. Остальные все женщины. Не первые пришли. Что тут происходит? Они все изучают. Быстро очень реагируют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова